Вась, ты куда пошел? Вась, вернись! Вась, вернись! Вась, вернись! Ну ты обещал на кухню не заходить без моего ведома. А воду поставил? Ну я же тебе зачем? Я специально туда поставил воду, чтобы ты на кухню не заходил. Да, она мне не нужна вода, я ее не употребляю. Ну иди на место поставь. Да когда без надобности? Ну без надобности. Ты пообещал на кухню не заходить, обещание нарушил. Слову твоему верить как? Ты обманщик? А обманщик хуже вора, понимаешь? Я специально тебе эту воду поставил, чтобы ты на кухню не ходил. Чтобы ты, если пить захотел, чтобы ты пил ее здесь. Она тебе без надобности. Ну ты пообещал на кухню не заходить? Ты обещал на кухню без моего ведома не заходить? Да я поставил. Ты пообещал на кухню заходить? Сюда в глаза мне смотри. Ты обещал? Обещал. Почему обещание не выполнил? Я тебя с полицией пойму. Я не запишу, я поставить пищу. На кухню не заходить. На кухню не заходить. Я знаю все это. Прости господи. Прости господи. Так ты меня обманул то? Ну как бы это... Это у меня это ерунда, да? Я здесь никто и звать меня никак, да? Не, ну как бы это другое совсем. Я поставить пришел, не попитать. Я тебе, вот, господь, когда запрещал, он говорит, даже не прикасайтесь. Ну я же не питаться, я только просто прикоснусь, понимаешь? Вожделенно. У тебя там пища на столе стоит. Ты только зайдешь на кухню, ты сразу сядешь лопать. На три часа зависеть там. Да ко мне надо. И это, Евангелие. Понимаешь? Куча уголов. Вот дьявол туда тащит на кухню, понимаешь? Ну Евангелие положим на холодильник. А зачем тебе на холодильник? А здесь что? Здесь есть стол у тебя, все есть. Положь Евангелие сюда. Положь Евангелие. То есть веры в тебе нет никакой. Ты обещаешь и не делаешь. Все, он уже третий раз меня обманул уже за сегодня. Обманщик, хуже вора. И как тебе дальше что? Обманщик, хуже вора. Знаешь почему? Потому что если вор, я знаю. Я тут что закрою, все, везде. Обманщик, я не знаю, когда ты меня обманешь, когда не обманешь. Понимаешь? И тут же обманул, прости господи. И так каждый день. Слушаться обещал вчера Андрею Головачу? Головачу Андрею вчера, который тебя возил за вещами. Он тебе говорит, слушайся Сергея Павловича. Ты ему обещал? Ну, как-то подзабыл. Уже подзабыл, уже обещал. И нету послушания опять. Это мой монастырь, как Игнать Тихоевич. Это мой ролик, мой ресурс. Помнишь, его ролик-то выставляли в церкви? Которые ему желали добра, доброжелатели. Сегодня беседовали с тобой. Ты одержим бесом объедения и чревоугодия. Ты с этим согласился? Я сам тебе все рассказал. Сам все мне рассказал. Ролик сняли перед этим. Будет это второй ролик уже. Я тебе пошел, у меня полиция сегодня вызвала собачку отловить и ездил. Я тебя строго-настрого наказал. На кухню не заходить и не есть, пока я не вернусь и пока Никита не приедет. Помнишь такое? Было? Ты пообещал? Пообещал. Выполнил? Нет. Почему? Ну, ты глаза-то посними в камеру, смотри на меня. Ну, я встал, не было четырех, а время уже девятый час пошел. То есть ты ист захотел, ист захотел, на обещание наплевал. Ну, покушать надо, понимаешь? Ну, оно же было вожделенно на вид, понимаешь? А то, что Богу пообещали заповеди соблюдать, ты почему не постишься? Ты в крещении, когда крещение принимал, обещал посты соблюдать, Тебе, кто не говорил, что надо их соблюдать, среду, пятницу, никто не сказал, забыли, так тебя пропихнули, как бы, что ты... Ну, ты не знал, что среду, пятницу все постятся? Не знал? Что-то мне не верится. Ты, когда крестился, знал, что среду, пятницу соблюдать надо? Конечно, знал. Я знал. Да так, такого быть не может. Ну, а вообще, о посте-то ты слышал сегодня, что такое пост? До крещения? Слышал. Слышал. Ну, что-то знал. Воздержание людей и духовной жизни. Так, ну, пойдем еще, да. Отсвет надо выкинуть. А, Никита, выкрики. Все, Вася, находи. Так. Туалет, скажу потом. Давай. Вот. Ты по маленькому или по большому, Вань? По маленькому. Вот, смотри, сколько вам будет сейчас там сидеть. Вот. Яблочко. Сейчас начинка. Тручка подпустим. Вот, как он питается. Я первые два дня его не трогал. Питайся. Вот. Ну, а потом, смотрю, уйду. За столом сидит. Через два часа прихожу, все еще сидит. Что сидишь? Ну, десна болят, зубы болят там, все это. Жевать не могу. Ну, жевать не можешь. Зачем тебе вот эта капуста-то? Вот. Ее жевать невозможно. Ее. Ну, убери ты ее. Нет, она будет три часа чамкать сидеть. Но мы выяснили в первом ролике-то, в первой серии, что он не из-за десен долго живет. А потому, что его так научили, что пищу, даже воду, надо жевать десять раз, чтобы... Ну, это там... Кто она? Малышева, что ли там? Ну, врачей там наслышался. Вот. Вот картошку вот эту вот он свалил в мундирах. Вот. Он ее толочь не будет. Она, потому что такая вкуснее, не будет. Он будет сидеть, жевать, смаковать. Если бы десна болели у него... Ну, у меня вот... Я. Ну, вот. А у меня болит. Мне быстрее на этой стороне, быстрее потом заглотить там, эту пищу-то. Как бы растолщу, все, она у меня болит. Все, я наелся, все. А три часа, да еще и болит. Лжет. Если болела, надо сокращать боль-то, чтобы насытиться-то. Кефиру там, все, он не будет этого есть. Будет это... Ну, если болит, зачем я буду капусту твердую есть, когда у меня болит. Что, есть больше нечего. Пенсию человек получает. Кефир, все, есть. Нет, он специально твердую, твердую. Ну, картошка. Из нее можно сделать кашу. Можно. Будет он и делать. Не будет, а зачем. Вот. Я сейчас пока вам в тавлете уже сколько прошло, не засек время. Две минуты, десять секунд. Две минуты он по-маленькому ходит. Что у тебя с мочевым пузырем? Ну, вот это, вот это вот. Сейчас открыть, поснимать. Ну, конечно, лайков много наберем, но это нехорошо. Вот. Так. Значит, я хочу ему приготовить кашу, чтобы его время потраченное на еду. В монастыре, в любом монастыре, двадцать минут. Вот. Ну, он спрашивает, сколько на еду тратишь? Три часа. На туалет двадцать минут. То есть, выходит. О! Сколько прошло времени? Два сорок пять. Вот. Это он по-маленькому сходил. А по-большому, ну, до этого он мне говорил, сколько тебе надо по-маленькому сходить. Он говорил, сколько? Минут двадцать ему надо по-маленькому. Потому что он там сходит, у него там что-то задерживается. Там что? Что он там в туалете делает? То есть, надо туда камеру тоже поставить, посмотреть. Серёга, мне восьмой десяток потёрли, тебе сколько? Ну, и знаете, Тихонович, я тоже знаю стариков, но они не сидят ни на толчке, ни за столом. Я ничего против возраста не имею. Но я знаю людей, которые в твоём возрасте... Ты сейчас будешь на всё, как бы. Ну, мы же согласились, что эти отговорки все гнилые. То есть, бес объедения, ты сам с этим согласился. И что это самое-то? Оговариваться. Никиту, когда воспитывали, вот снимают, он тоже всегда оговаривался. То есть, бесу надо тысячу причин найти. А это не бес, а это возраст, а это дёсны, а это зубы, а это болеет. Вот, а сейчас он будет специально погромче кашлять, там из себя больного корчить. У меня, говорит, в 1972 году был туберкулёз, поэтому я посты не соблюдаю. У меня в 2001 году была онкология. Вот, по ушей ей нет, понимаете. И я благодаря посты, слава тебе Господи, соблюдению постов, меня Господь исцелил по вере. Он говорит, веры нету никакой, страха Божия нету, лжёт на каждом шагу, верить ему нельзя. Пригрел змею на груди. Ну мы с ним ещё не дерёмся, ничего так, нормально отходимся. Плохо то, что он старше меня возраста, но я же понимаю, что это надо дурить. Вот, высморкаться ему надо тоже минуту. Ну там это да, у него сейчас как бы пропад простыл он. Простыл тоже по своей дури. Попроситься мог бы, его бы приняли. Тепло, спокойно бы. А нет, а что, а гордыня. А сам, когда никому не помогал, семью бросил. Вот. Поэтому он и не верит, что его кто-то приютит и научит, как жить дальше. Обследовался, нет, у него пенсия есть, документы есть, паспорт есть. Виктор Андреевич, врач, возил его на обследование. Его там научили пищу жрать или раньше его научили там. Должно быть обязательно слюноотделение. Надо обязательно три часа есть. Кто так его научил, какие врачи. Он говорит, Виктор Андреевич меня так научил. Три часа есть. Если десна болят, надо быстрее. Эта боль-то насытится пищей-то такой мягкой. Я вот ему сейчас картошку отварил сам. Чистить он так не будет. Зачем? Он признался, что она твердая, а каша мне больше нравится. Сидит. Я говорю, у тебя как холодильник, телевизор, туалет. Холодильник, телевизор, туалет. Ты по этому треугольнику ходишь, а у меня нет телевизора. Я говорю, ну значит холодильник, туалет. Значит два дваугольника. Что это там меняется? Я говорю. Иди сюда. Холодильник. Продолжение следует... Автоматически загорается лампочка... На суперке не работает... Матвей, ты картошку варил? Ну... Ты... А чего ты ее не доварил? Как не доварил? Ну ее растолочь невозможно... Разжевать тем более она твердая... Она твердая... Ее даже толкушка не берет... Не говоря уже больным деснами... Если у тебя тесны болят, так ты ее должен разварить... Чтобы она у тебя проскакивала... Почему так не сделал? Раз тесны болят... Это уже не пища будет... Это уже... А что это будет? Все витамины... Все витамины... Вот я сейчас толку... И вот смотри... Витамины сейчас из кастрюли вылетают... Да ты так об это веришь? Не, ну... Вот они полетели... Витамины полетели туда... Вот... Ну ты стой их туда... Загоняй обратно-то... Иди сюда... Загоняй их обратно... Витамины-то... Как они оттуда вылетают... Эти витамины... Вась... Объясни мне... Ты убиваешь их... Убиваю... Да? Убийца я оказывается... Вот... А Господь что заказал заповедь... Не убей... Да? Горит мне воду... Да? По твоей технологии... Да? Хорош! Хорош! Вот... Ну-ка навалься в потолки попробуй... Как у тебя... Руки то работают? Да... Дрова... Дрова? Ой... Конечно... Ну-ка давай... Вот... Ты себе вот так когда-нибудь толок картошку? Никогда в жизни... Никогда в жизни... Никогда в жизни... А почему? Был здоров как волк... Ну когда я тебе говорю... Когда у тебя уже зубов нету и десны... Почему себе не толок... Раз десны болят... Раз десны болят... Так мне... Никто не растолок... В разуме... В разуме тебе надо растолочь... Ага... Давай... Где у тебя разум то? Здесь давай потолкем тебе... Как... Как кто-то... Василий Новик... Василий Новик... Василий Новик... Вот... Так... Витамины Вася... Никуда не деваются... Ты уже пожилой человек... Понятно что у тебя зубов нету... Да зачем... Тарелку убирать... Вот... Ну... Из кастрюли... Ну ты же Василий... Ты же не собака... Чтобы из кастрюли есть... Понимаешь? Садись мне... Я тебе подам... Что я тебе... Это картошка... Растолок тебе Максим Маленька... Заварал тебе... Картошка на улице... Ну вот... На лбу... Что-то нам теперь окажется... Уже руки... Да, сейчас... Вот... 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 Так... Засекаю время... Вот... Вот... Так... Хлеб ты весь... Хлеб ты весь... Ну конечно молиться надо... Хорошо что ты вспомнил Вас... Ты хлеб то весь съел? А хлеб вон он в кастрюле... А... Хлеб в кастрюле... Ну давай помолимся... Начнешь есть... Давай... Молись... Отче наш... Сущий на небесах... Да светится имя Твое... Да приедет царствие Твое... Да будет воля Твоя на земле, как на небе... Хлеб наш насущный дай на этот день... И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим... И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого... Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки... Аминь... Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий... Помилуй нас грешных... Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий... Помилуй меня грешного... Аминь... Все время пошло... Через 20 минут ты должен выйти из-за стола... Подушку только садишь... Она без подушки не садишь... Ясно делал... Лишь опять... Ноги едут... А задница не... Посмотри, он садится и не ест никогда... Он ждет пролив слюны... Подошла слюна? В море тоже ждут погоды... В море тоже ждут погоды... Время 9.15... В 9.35... Ты оттуда выйдешь... Так... Какой кастрюль это хлеб-то? Которую твоя... Моей кастрюль... Хлеб... О! Хлеб... Это Андрей Головач привез... Твой, да, хлеб? Твой, да, хлеб... Аминь... 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 Значит... Две минуты назад он уже мог бы, начать, есть... Он сидит, настраивается... Вот смотри, видишь? Чам-чам-чам-чам-чам-чам-чам-чам... Воду... Воду жует... Воду жует... Воду жует... Он сейчас без меда... Или мед до этого съел? Да... А, мед до этого съел... Я не буду, Вась... Я думал, воду одну... Нет... Оп... Мед обычно на десерт принятый... Он до этого... Ну так... Для здоровья полезно, да... Слезать... Вот... Не... На тощак обычно, говорят, и на Тихонович мед... Вот так-то... Перед картошкой... Перед солью... Сладкая... Ну... Такие причуды... Так... Почитаем... Второе Законие 32.15... Вистоописание... Так... Чаю, Вася, будешь? Чая не будешь? А, варенье будешь, Морс? Будем, да? На варенье я потом... С хлебом толченым... С хлебом толченым... С хлебом толченым... Как ты картошку дай, так я хлеб толочь... Ну он же мягкий... Ты его... Не... Он твердый... Да какой твердый... Мягкий... Совершенно мягкий... Ну а корочка-то? А ты корочку не ешь... Корочку я съем... Так в кружке с водой окунуть его... Кружку с водой... Окунай... И все... Вася, меду хватит... Мед это лекарство... А не еда... Ты его набрал... Сколько ты литров набрал? Одиннадцать... Одиннадцать литров... И он говорит, надо мне до весны его сожрать... До весны... Понимаешь? Чтоб я сожил... Ну такими... Темпами там может и съесть... Ну... Все... Хватит... 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 Смотри... Бес... Все... Ладно, поставлю... Меду Вася хватит... Уже... Больше двух ложек съел... Видишь? Он прям... Это... Хватит... Вилкой... Вилкой в глаз... Еще может... Да... Не надо... Тут... Вот... Ага... Так я же не собака... Не кусаешь... Хватит вас... Я не собака... Не кусаюсь... Ну... Не знаю... Ты может не кусаешь... А бес... Ты думаешь... Я тебя в челюсть укушу? На завтра... Давай... А что не ешь? Да... Меду охота... Ну... Мало ли что у тебя охота... Ешь картошку... Все... Время на мед вышло... Мы же решили исправляться... Василий... Уже... Пять минут прошло... Пять минут прошло... Он еще не начинал ездить... Двадцать процентов времени уже прошло... Уже одна четверть ушла... Видишь... Я ему хлеб даю... Он хлеб раз обратно ложит сюда... Вот... Его учить надо... Что тебе надо? Это я толченый хлеб ем... Нет... Это мы как вот... Мы вот... Смотри... Так берешь... Вот так вот... На хлеб... И все... Ты... Как ты раньше ел... Ты так больше есть не будешь... Ты будешь есть... За двадцать минут успевать будешь съедать... Оп... Вот так... Да... О... Оп... Да ты мой молодец... Да ты хороший... Ну так мы едим в принципе почти так... В такую скорость, чем Холзунова... Да... Он может... Он может... Он дурит... Ему мозги запудрили... Эти... Врачи... Окаянные... Этот... Малахов... Который там по этим выступает... Он его глотает... Он... Что ее жевать... Все... А я так хочу... Понимаешь... Ну тут надо... Не хочу... Тебе надо насытиться уже... О... А зачем ты это вот тут делаешь... Что... Проходит... Еще пожиже... Он так может быстрее будет... Он не проходит в глотке... Так скромно... Ни рыбы у вас нет... Ни мяса... В глотке не проходит... Глотку не проходит... Солю тебе дать? Нет... Вот он... Капуста соленая... Капуста соленая... Капуста тебе... Ты же говоришь... Она какая-то... У тебя газы от нее... И десны от нее болят... Так а чем святым духом питать? Нет... Картошкой... Хлебом... В следующий раз... Рыбки тебе... Котлеты сделаю рыбные... Питаться найдем... Кукуруза есть... Яблочки... У тебя моченые... Моченые яблочки... Их тоже можно... Спокойно... Это... Растолочь... Все... Все... Яблочки... Яблоки не моченые... Замороженные... А... Замороженные... Да... Кольки тоже можно на терке... Мороженые яблоки... Можно их было даже почистить... Вот... Шкурку... Вот... Видишь... Уже... Вот сколько... 15 минут начали... 6 минут... Прошло... Тарелка полная... Но как ребенок... Сначала сладкая... То есть... Конфетами наесться... Да... Вот... А это... А его никто же не выгонит из-за стола... Все... Вот он... Все... Все... Вот... Вот... Сейчас вот он... Я забыл сказать... Сейчас не надо ничего говорить... Ты ешь... Потом все расскажешь... Ешь... Давай... Смотри... Черпай... Как бы в пищеводе не проход... Какое-то защемление... Защемление... Или... Сро... Сро... Это... Хлебушек-то я тебе дал... Для чего? Что ты в это... Ладошку-то это... Вот ты в ладошку слизываешь уже... Чукча не умытая... Вот... Семьдесят один год... Человеку... И вот... Ну... Ребятишек в лагере учим... Ну... Он хорошо видишь... Он... Не склоняется за столом... Молодец... Не чапкает... Все... Только он... Долго жует... То есть... Ему внушили... Что пища должна быть тщательно пережевана... Со слюней... А то, что надо две минуты сидеть перед солом... Ничего не делать... Это для чего ты делаешь? Ждешь у моря погоды-то... Чтоб слюна подошла... Так тоже... Я говорю... У меня не по год еще пищевода... Мы сейчас не про это... Ты перед этим... Время пошел... Ты две минуты сидел... Не ел ничего... Настраивался... Вот так... Чесночок бери... Так он аппетитно... Вообще... Сам бы съел уже все... Он может быстро еть? Может... Может... У него там никаких повреждений нету... Я... Когда мне операцию делали... Я тебе говорю про... Про онкологию... Сейчас не надо ничего говорить... Сейчас я говорю... Доешь... Потом будешь говорить... Потому что тебе через 10 минут... Владить надо будет... Через 11... И там... Мужик со мной лежал... Чейл Хай это называется... Чейл Хай это называется... Чебесно-лицевая хирургия... Я там же лежал... Вот... И у него рак горла было... Горла нету вообще... У него здесь вот трубка такая пластмассная... Отсюда... Вот... Вот он также в тарелке... Винегрет... Салат... Все... Нарезано мелко... Ну... Винегрет... И он... Винегрет туда... Раз... У него такая толкушечка деревянная... Толкушечка туда протолкнет... А вот... Потом... Читок... Берет водки... Заливает... И... Сидит... Заходит в хирург... Говорит... Чуть ли не матом на него... Я говорю... Тебе 12 операций сделал... Говорит... Не пей... Она же не проходит... Он прооперирует у него... Опять прооперирует у него... Опять... Это он уже никакого вкуса пищи не чувствует... Он все сразу... Толкает... Да... Да... Не дай Бог так... Вот... И она не пережеванная... Она ничего... Врачи... А как? Ему разрешают такую пищу... Не пережеванную... Без слюны... Без всякой... Здесь слюны нету... Она у него через трубочку... Ничего... Кто придумал эту... Дурь... Что надо ее тщательно пережевывать... Смаковать... Это только дьявол может такое придумать... Ну... Я даже не знал... Писание говорит... И Пасху ели с поспешностью... С поспешностью... То есть... Не надо... Который в аду оказался богач... Пиршествовал... Блистательно... Ну... Пиры то... Что они там... По три часа... Вот она пиршествует... Блистательно... Ничего... Это не совсем... Не влияет... Что она там... Пища у него бедная... Мы по времени сейчас говорим... Сколько человек времени уделяет на прием пищи... На чтение Слова Божия... То есть... Когда он там жил... То есть... Он говорит... Один раз он питался... В день... То есть... Три часа у него уходил... На прием пищи... Не всегда так было... Это в каком-то... Этапе жизни началось... Так... Да... На каком-то и так... И жизнь началась... А если тебе вот эту кукурузку... Туда вот накидать... Прикуску... Будешь? А что... Отдельно потом ее будешь? Да ее прожевывать надо... Ее прожевывать надо... Ну... 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 Я потом уже ее на этом... На блендере... На блендере... Тебе блендер... У Троицы Николая... Но у него зубов нет... Она все себе на блендере... Вот... Как поросенку все это... Раз... Ее... Давно бы уже купил... Блендеры... Челюсти... Деньги есть... Пенсию получает... Работал всю жизнь... Дурит... Наслушался этих... Учителей... Вась... Это... Десна больно сейчас тебе? Да немного ощущаю... Немного... Но не так больно как... Христос... Ну... И... Ладно... Давай... Перескакиваем... Брат Игорь... Позвонил... Сейчас... Добавил... Отклавилась... Поездка... В храм... Мороз... Из-за мороза... В гараже... Боится что там машина за час заменит... Да он хотел брать там... Пушку тепловую... Машину прям ставить... Да она за час не успеет... Он... Ему сейчас этот... Сделали... Что он... Скажите... Масло нагревание... Ну... Ну... Термостат поменял... А... Ну да... Он был в ремонте вчера... Василий уже картошку съел... О... У него еще 7 минут на десерт есть... Он хлеба сейчас вешал... Ну с десерта уже пул... Так что... Ну три сейчас уже... Да... Все... Хлеб... Да... А вот так вот чтобы... Картошку хлебом прикусывать... Запивать это... Он не умеет еще так... Как все нормальные люди едят... Миллионы людей... Все зашлакованные... Все... Раньше срока умирают... Так... Вот тебе яблочки... Твои... Яблоко... Я уже съел... Мужики на крыше трудятся... А яблоко я уже съел... А когда ты успел? Он сразу взял туда и съел все... Там лежал тут яблоко... Ну я приготовлю... Ну еще я вот тебе потолок... Она побыстрее будет... Все... Вот... Так... Вот варенье... На... В прикуску... Это Марина Сергеева варила... Вот... А что чеснок не поел? Забыл? Да тут такой... Сжимать некогда... Да некогда было... Некогда ты тоже... Понимаешь? Некогда... Вот... Все... Надо... Чеснокодавка может его там... Зажимать сразу... Чеснокодавка... Ну тоже... Все... Можно сделать... У меня чеснокодавки-то наверное нет... Я где-то видел... Давай, да... Вот у меня даже вот эта вот... Бабайда едет... Вон она... Я сейчас тебе научу ей... Да каши почему не варит? Он у него пшенка... Сложил кашу да поел... Быстренько... Нет... Надо судить... Я понимаю когда... Как бы делать нечего... То есть сколько есть... Да... Никуда не спешишь... Есть... 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 Никуда не спешишь... На благовестие... Не надо... Слов боже не стать... Не надо... Ну я же православный... Крещеный... Все еще... Пенсию получает... Вот... Пенсию тоже... Придумали... Вот в Китае мне нравится... Нету пенсии... Там... Дети должны докармливать своих родителей... А... По рукам... А его сын будет его докармливать... Да неужись... Он бросил его... А... Сырость... Даже сырость... Не помер бы... С голоду и все... Так я не знаю... Живой ли он... Не увлекался водочкой... Так Вася... Пять минут у тебя... Все... На прием хлеба... Хлеб и вода... Монашеская еда... Ну... Да еще с яблочком... Так и с вареньем... Это уж... В выходные дни... Дозволяется даже вино монахам... А тут... Да... Вина налить... В Вася тебе сегодня суббота... Не употребляю... Ну... Видишь пирог... С крыбникой... Хороший пирог... Сам бы вот съел бы... Добил недавно... Ну... А ты вот... Давай в рот-то уже... Начинай толкать-то... Что ты уже так... Не растолкалась... А? Не растолкалась... Не растолкалась уже... Хе-хе... Опять-ка кусочка нету... Вообще весь туда... Ну оставил бы один кусочек-то... Наверное под этого... На... На этом кусочке крошку держи... Не на ладошку... Ну... Ладошку капает... Потом ладошку облизывает... Чупча... Во... Четыре минуты у вас осталось... Какой там фильм... Президентская дочка... А вот пять минут это много... Говорит... Можно... Населенный пункт взять... Давай еще подлить тебе... Нет... Все пролазит... Можешь маслицем тебе... Сильно горячее... Сильно горячее... Сильно горячее... Холодной водичкой... Давай тебе... Не вот там... Хватит... Хватит... Нормально... А маслицем... Давай полью маслицем... Да... Вот... Через три минуты, Вася... Встаешь... Доел... Не доел... Не... Не важно... Вот... Встаешь... И... Вот... Я тебе молитву распечатал... Вот... Сам смотри... Вот видишь... Когда до семерки дойдет... Вот... И начал есть... Было 15 минут... Вот... Вот эти... 20 минут... Вот... Мы с трех часов... Сократили до 20 минут... То есть... У него сейчас... Освободилось времени... Два с половиной часа... Даже больше... Ну... Пока там поболится... Вот... Причем... Картошку я толок... Ну... Сколько там... Ну... Минут 10... Наверное... Мне ушло на это... Ну... Ну... 20 минут... И... 10 минут потолочь... И... 20 минут съесть... Ну... Притом... Если еще сразу приступать к еде... 2 минуты еще остается... Форой там... Потом бы было... А так... Пока 2 минуты... То есть... Вот... Вот... Он у меня вчера работал... Я бы работу дал... Какой пёс тут... Хороший... Объявление распечатал... Адрессировкой занимаюсь... Вот... И он... Вот... Вот так вот было... Ну... На одном листе... Да... Объявление вот так вот... Ну... А4... Вот... И вот он вот так вот резал... И вот телефончики... То есть она будет... Вот... И местописание... Вот такие... Сейчас собачек-то берут-то для чего? Для красоты... Хаску... Там... Они как катаются... Забыли-то... Для чего собака-то нужна... Для борьбы... Для охраны... Для охоты... Охоту запретили... Воры теперь придумали... Что... Надо всех этих бездомных собак... Это брать в приюте бесплатно... Охранных не надо разводить... Ничего... Ну... Вот... И вот он делал... Минута в минуту... Заканчивать Василь... Вась... Смотри... 7... 5... 4... 3... 2... 1... Встаём... Всё... 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 Нормально... Всё... Всё... Обещал помогать ей... Всё... Свет выключи... Всё... Свет выключи... Как скажешь... Всё... Любой каприз... За твои деньги... Благодарим Тебя... Христе Боже наш... За то... Что насытил нас... Земных Твоих благ... Не лиши нас... Небесного Твоего Царствия... Но как посреди учеников Твоих... Пришёл Ты... Спаситель... Мир даруя им... Прини к нам... И спаси нас... Аминь... 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 Отлично... Вообще... Ну... Смог Вася... Одна... Половина осталась... Нет... Половина осталась... Это у тебя... Ещё... День... Будет день... Будет пища... Всё... За один приём ты съел... Вот... Теперь... Смотри... Время... Вот... Смотри... Время... 10... Ну... Почти 10... Без 20... Пол десятого... Пол десятого... Три... 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 Ну... Вот... А если бы ты в девять съел бы... Ты только бы в двина... В двенадцать... Только вылез бы из-за стола... Да? А сейчас у тебя два часа есть... А потом через час опять обед и снова три часа до четырёх... Твёрдая пища осталась... Твёрдая пища осталась... Ты за нём не переживай... мы ее сделаем тебе мягкую и будешь с этого момента только питаться мягкой пищей твердой пищей питаться не будешь пока не вставим тебе челюсти челюстью вставим тогда опять начнешь питаться вот эту дурь то что там слюна все ты поел что у тебя там газов нету сейчас все усваивается шлаков нету витамины образуются по коже по коже по позже образуется но почему я вот так вот вся страна быстро вот так вот питается по 20 минут некоторые даже вот я вчера смотрел ролик с украины приехала в польшу на заработки рабы украинцы там рабы нам говорит на сон дают два часа на сон а на прием пищи пять минут вася пять минут но мне они работают за украине на украине нету работы но она есть еще ниже оплачиваем рубы рабы натурального тебя пенсия сколько 8 8 ты 8 300 ты там на салдовом участке жил платил что-нибудь коммунальные какие-нибудь за свет за свет за воду то нет там света же нет там света нет есть там свет но ты там не гони но летом свет а зимой то нету света то так откуда но ты сейчас зиму платишь за свет то света нету не планишь то есть пенсии 8 300 у тебя на что уходит ну пока пища есть ну как хочется покупать ну на на еду то есть ты за квартиру не не платишь у тебя там садовый участок за воду не платишь за свет не платишь за телефон не платишь за газ не платишь ну счастливый натуральный бомб штука у него есть там конура ну как бомб там хороший такой домик на самом деле хороший дом но бомжи тоже ни за что не платят я в этом сравнении они счастливые люди то там и мне за квартиру две три тысячи отдай в месяц за телефон отдай за интернет отдай набегает там бензин да машина ну так сказать ну эта машина там меня кормит только я тебе как предлагал за квартиру а ты говоришь не надо а не надо а я ж попу мне какая разница что ты там один жить или два я не к тому тебе говорю что чтобы с тебя там что-то поиметь мне не надо у меня вот те кто жили до тебя вот ни с кого я денег не брал и его Игнатия Тихоновича кто за стенкой жил Дебунов 14 лет жил он ни копейки с него не взял мы христиане и все спаси Христос слава Христу ну все ну ты теперь поверил что можно за 20 минут поесть и ничего не будет и вот до часа ты не помрешься а шлаки там не образуются так я только поел как будет желудок работать я не знаю ну как газообразование сейчас начнется ты уверен ну пища хлебная ну картошка с хлебом да крахмал не ну мы сейчас там крахмал картофель ну ну ты до этого ел вот так же картошку и так же хлеб два дня такая же пища у тебя была ну это самое газообразование было сильное а причем сильное сильное было газообразование да вот ну ну а отчего у тебя газообразования нету ты сам себе такую пищу я это ж твоя пища твоя картошка я где ее возьму пищу где возьму я же в ресторане не могу питать а при чем тут ресторан есть магазин и ты пенсию получаешь 8 300 можно какая это надо к врачу обращать какая без это мало газообразующая ну какие газы я ни разу не слышал чтобы ты пукнул то ни разу ни не послышал не почуял что ты сочиняешь так это бздеть то бзду а ну раз бздишь а воня как то воня раз воня нету значит ты здоров не ну вон то окно приоткрыто все улетучило приоткрыто а улетучило при улетучило ну и как часто бздишь да бывает в минуту несколько раз то есть пока а бывает 5 часов ни разу да да почему ну как пища усвоится потом уже меньше ну как начнется начнется скажешь нас мы снимем тебя это